Здравствуйте! Это программа нефти и ее ведущая Лжас Байдельдинов. Мы продолжаем наш цикл передач о том, как развивается электроэнергетическое тепло, энергетическая отрасль, ну и, конечно же, делаем это с экспертами, которые известны в Казахстане, да и, наверное, не только в Казахстане. У нас в гостях Жакоб Хайруш, заслуженный энергетик Казахстанской электроэнергетической ассоциации, и мы поговорим сегодня о том, что у нас происходит вообще в сфере теплоснабжения, потому что это, наверное, терра инкогнито вообще всей энергетики. Ну, Жакоб, приветствую! Здравствуйте! Последний раз, по-моему, в апреле встречались мы на нашей передаче, ну, а там на других телеканалах, по-моему, каждую неделю. Да, каждую неделю. Давайте вначале вот мы посмотрим цифры, которые есть вот по Казахстану, ну и Жакоб, наверное, посмотрит, прокомментирует их с точки зрения... Да, 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 давайте посмотрим, там у нас две таблицы, вот первую, и можно сразу даже след за ней вторую. Это стабильность теплоснабжения, да, ну, в целом вот электрическая мощность, тепловая мощность, цифры вот вы видите какие, ну, сейчас Жакоб там, наверное, по памяти их может прокомментировать и сказать. И сразу следов вторую мы можем посмотреть, это тепловые станции, да, ТЭЦ по сроку службы, которые сейчас в Казахстане. Мы специально там вот попросили, Жакоб эти цифры предоставил, это и в процентах, и в мощности, да, вот какой срок службы у этих ТЭЦ. Ну, и, в принципе, там видно и понятно, да, что у нас там почти 70% это свыше там 30 лет тепловые станции. Ну, вот эти цифры, располагаемая мощность и мощность, которая есть, да, установленная. Чем они отличаются, что это, ну, нас не всегда энергетически. Да, эти цифры как бы уже давным-давно для никого, как бы не секрет, ни для кого. Единственная разница установлена, это та, которая у него была по паспорту, и та, которая сегодня она может выработать и на тепловом, значит, на тепловой выработке и на электрической. Вот, и, к сожалению, даже если взять по всему Казахстан, у нас вся установленная мощность всех электростанций, не только ТЭЦ и кондиционных электростанций, там порядка 23 гигаватт, то располагаемых всего 19. Это о чем говорит о том, что, значит, часть мощности практически, она сегодня не может, даже если бы мы захотели, она не может быть использована в выработке электрической энергии. Также по тепловому циклу. Вот, а что касается ТЭЦ, ну, я уже в свое время писал и говорил, за 30 лет у нас не построено ни одной ТЭЦ. Ну, у нас за 20 лет и ни одного нового месторождения в Тегазе нет. А о чем это говорит, что, вот о статистике, которая сегодня приведена, что за 30 лет не построено, а им уже было 30 лет тому назад, уже было 30 лет, и сегодня уже, получается, 60 с лишним лет. Да, средний возраст, вот мы озвучивали, да, 62 года. 62 года. И они до сих пор, слава богу, чтобы они еще работали, но есть такое понятие, как конкурентоспособность, это ТЭЦ. Сегодня вы видите, что АЗРК готовит ряд документов или изменений в действующих законодательствах с тем, чтобы демонополизировать эту отрасль. Но когда у нас в отрасли дефицит, ну, нецелесообразно, как бы, выводить электроэнергию, которая вырабатывается на ТЭЦ, на централизованной торги, потому что она неконкурентоспособна с той же ГРЭС, и Бастузскими, и Карагандинскими. И тогда смысл в чем? В том, что если ее заставят выводить электроэнергию, а у нее тут же главное как? Она должна же выработать тепло, для нее это важно. А электроэнергия уже, так называемая, фатальная электроэнергия. И тогда она просто не сможет участвовать. И второе, это износ, продолжающий до сих пор, до сегодняшнего момента, износ. Аварийность высокая. Да, давайте мы во второй части Казахстана перейдем. Вообще, в целом, в мире вот эти тренды какие? Мы привыкли, что у нас ТЭЦ, они вырабатывают электроэнергию, вырабатывают тепло. Это в целом в мире так сейчас или все-таки нет? Это, вы знаете, в последние несколько лет мировая электроэнергетика как бы для себя открыла новые тренды, в том числе когенерация. Кроме когенерации, соответственно, распределенная генерация, умные сети, это все дает эффективность, энергия эффективность. Соответственно, когенерация, если кому-то может быть неизвестно, она тоже является достаточно эффективным способом выработки тепла и электроэнергии. Сегодня в мире, вот я даже, если позволите, приведу несколько цифр, что 58% Дании, Финляндии и Ирландии хотят довести до 58-80% всего теплооснабжения на когенерацию. Также такие же страны, как Германия, уже возвращаются. Но, естественно, у них там не уголь будет, а будет газ или какие-то другие источники энергоресурсов. Но это, так сказать, уже другой вопрос. Но в любом случае, то есть, та модель, которая была там, условно, еще во времена СССР, она также действует во всем мире? Слава Богу, слава Богу, что мы сохранили ту систему, которая была в советское время. Единственное, мы не смогли приспособиться к тому, что крупные ТЭЦ строились, как правило, возле крупных промышленных предприятий. Условно говоря, вот в Чемкенте раньше было три ТЭЦ, сегодня осталась одна. Но не потому, что эти куда-то там закрылись, а потому, что не было источника потребления. И эти две ТЭЦ просто-напросто закрыли. Я сам видел, как взрывались эти бедные трубы этих ТЭЦ. И вот одна осталась ТЭЦ-3, которая сегодня должна была вырабатывать пар для Чемкентского неотеперерабатывающего завода. Но вот этот Чемкент-воркситс, или как он там правильно называется? Коп сейчас, Петро Косновой. Он, значит, построил себе новую котельную. И, соответственно, от турбина стоят, ну, мы их называем, значит, R, там, нетеплофикационный. Соответственно, пара нет. Весь народ в Чемкенте почти 90% перешел на собственные, значит, источники тепла. Вот я вообще удивился, когда несколько лет жил в Чемкенте, что я включаю воду, и нет горячей воды. А я спрашиваю, а где горячая вода? Они говорят, а ты, говорит, открой там внизу, Арестон. Вот, и все, согрелось. Но это, опять же, почему? Потому что, может быть, электроэнергия дешевая. А сколько стоит электроэнергия? Ну, значит, если 90% работают на Арестонах, значит, для них это нормальная стоимость. А если сделать, условно, там, 40-50, где-то, они, может, подумают, что действительно надо перейти от ТЭЦ, горячую воду, получать. Вот такие вот моменты, и они закрывались. К сожалению, нового ничего не построено было. Но это не от хорошей жизни, а, наверное, от того, что мы вот эти переходные моменты были какие-то в экономике не могли обеспечивать, или просто отсутствие надобности в этих заводах и в этих ТЭЦ, они закрылись. И сегодня мы видим в Тимиртау вот эта бедная ТЭЦ, она как чемодан без ручки. И он не мог построить за это время, хотя мог, богатейшая компания могла построить современную ТЭЦ и на тепловом исполнении, и на электрическом исполнении. Пожалуйста, выбирайся, столько технологий. Она эту бедную ТЭЦ эксплуатирует, эксплуатирует, завтра уже там... Ну, не строят, почему? Потому что это социально-благотворительность, скажем так. Ну, видите, они все умеют считать деньги. Мы сейчас будем народу продавать там за копейки, и она, так сказать, будет у нас как бы на шее-то висеть ТЭЦ. Но другое дело, что не только Тимиртау, все города Казахстана сегодня оказались... Ну, как бы мы называем ТЭЦ, это ядро любого областного центра. Ну, конечно, зимой, как без этого? Сегодня, ну, как вот ты без нее откажешься? Как ты будешь без ТЭЦ? Сегодня я говорю, что, слава богу, что от советского периода досталось нам централизованное теплоснабжение. Это ни у кого в мире практически нет, кроме стран бывшего Советского Союза. Это хорошо, и надо это развивать, и просто применять некоторые, значит, рыночные моменты. Сегодня, если электрическая энергия, которая вырабатывается на ТЭЦ, она субсидирует свою же тепловую энергию. Только потому, что тепло, вы знаете, что тепло в батареях нельзя отключить. Ты не имеешь права. Если у тебя долг, он у тебя долг может годами расти. Электроэнергия, ты счетчик можешь отключить, там, выдернуть, там, подобное. И сегодня вот эта комбинированная выработка, я же говорю, это такое благо, которое в мире пока еще никто лучше, наверное, не придумал. Ну, и, наверное, и не будет, да, в будущем? Ну, вот я как представляю, я думаю, вот если мы привыкли, что Советский Союз в целом неэффективен, то вот этот ТЭЦ, который мы там во всех городах видим, вот она производит электричество, пара она иногда может там отдавать вообще кому-то бесплатно, потому что как побочный, да? Ну, значит, это так же во всем мире и действует, значит, это рабочая модель. Ну, у нас же, видите, у нас еще, кроме всего прочего, наша страна характеризуется очень низкими температурами. Если бы мы жили бы как в Турции, если вы увидите, да, там в каждом даже многоэтажном доме наверху на крыше стоят большие баки. Ну, да, они греют. Они с помощью солнечных батарей греют воду, и те люди используют, так сказать, для своих хозяйственных нужд. У нас это невозможно в Казахстане. Поэтому сегодня, может быть, эти батареи они скоро уберут, потому что они построят атомную станцию, и у них будет достаточно электроэнергии. У нас, к сожалению, пока это невозможно перейти. Единственное, вот, допустим, в Алмате стоит аккумулирующий бак, если вы видели, вот на улице 8 марта, бывшая, не знаю, как она называется. Но это тоже, как бы, для аварийных ситуаций, если, допустим, что-то случается, или недогрев, или что-то еще, то эти баки могли, так сказать, оперативно обеспечить население наших граждан тепловой энергией. Ну, в Дурсултане тоже бывает жарко. Видите, я как загорел. Нет, я шучу, я, кстати, недавно с Шимкента вернулся буквально. Там, да, бойлеры везде. Ну, давайте ко второй половине, да, более, наверное, такие, скажем, фундаментальные какие-то вещи. Я вот читал ваши посты, видел, там, где мы выступаем вместе с вами, в Казахстане нет закона о теплоснабжении. Есть электроэнергетика, теплоснабжение, я так, насколько понимаю, она как бы так в тени электроэнергетики находится. Ну, типа, вот, электричество во главе угла, теплоснабжение, оно как бы там вот как побочное. Это, знаете, именно привело к тому, что вот у нас есть единый закон о электроэнергетике, который включался, который сейчас этот закон включает в себя и теплоснабжение. А, то есть оно там, да. Да, оно все там находится. Оно там и ЖКХ находится, там и частично где-то ВИА даже, возможно, находится. Понимаете, невозможно, а находится. Хотя есть отдельный закон по ВИА. И все это привело, на самом деле, к тому, не знаю, это может как-то взаимосвязано, а может быть это просто случайность. Но электроэнергетика, в целом электроэнергия, включающая которая тепло, она сегодня разобщенная, оказалась разобщена. То есть, я уже об этом говорил, еще раз повторю, что для ТЭЦ, не только для ТЭЦ, для энергопроизводящих организаций тариф и в целом, значит, контроль и деятельность ведет, значит, Министерство энергетики, за энергопередающими тариф. Но мы об этом много раз говорили. Да, также это Комитет по регулированию сельских монополий. А за тепло, в конце концов, отвечает, не то что отвечает, а далее в распоряжение местных исполнительных органов. МИО курирует, да. А в конце концов, все равно отвечает Аким, в конце концов. Потому что в Вене, в области или в городе находится вот этот объект теплооснабжения. И завтра, если что-то случится, не дай бог, будет спрашивать Акима. А он может поднять ручь и сказать, слушайте, ну тарифы же вы утверждаете. Уголь же вы утверждаете. Или газ. Уголь вообще в сфере МИИР. Да, газ там тоже в другом. Газ в минусе. Газ тоже вы, цены вы утверждаете. Я что могу поделать? Я могу только сделать две вещи. Это субсидировать ежегодно по миллиарду с лишним тенге эту ТЭЦ. Но на такие подвиги, естественно, Аким никогда не будет готов. Или поднять тариф. Ну, соответственно, тариф сегодня тоже, мы говорили, не так уж легко это сделать. Хотя сегодня, я вот последние несколько дней участвую в нескольких тусовках, так сказать, энергетиков. И вот сегодня идет разговор, чтобы для энергопроизводящих организаций, и в том числе для энергопередающих, подняли тариф только на разницу повышения заработной платы работников. Это очень хорошая инициатива, я поддерживаю ее тоже. Но пока идут притирки, потому что антимонопольный еще недостаточно готов, хотя есть прямое поручение главы государства, чтобы для производственного персонала поднять. И никаких, так сказать, этих отлучек. Но сегодня идет речь там, а как мы будем поднимать или по региону, или по отрасли, по нормативу, или по фактической численности, понимаете? Они все как-то цепляются, цепляются, но, извините, я сегодня, почему люди по нормативам не работают на этой станции? Условно говоря, требуется тысяч человек, а работают там 700. Не потому что я держу, никого не пускаю, но это просто никто не приходит. Ну, понятно. Ну, кто на такие гроши придет? Мы энергетики, вот я тоже, мы отдавали объявления. Мы даже в другие регионы, я брал газеты местные, уральские. Если мы, допустим, я в Уральске работал, я давал объявление в полдарскую газету местную. Набираем, приглашаем. Естественно, никто не придет. Даже в Чемкен, где большое, так сказать, народонаселение, ну, не приходит на такую зарплату. И это правильно. Следующим, кто... Единственное, я здесь посоветовал бы вот этим вот органам, которые решают вопросы тарифообразования, нужен все-таки какой-то системный подход. Согласитесь? В том плане, что вот сегодня президент сказал поднимать зарплату. Они побежали поднимать зарплату в тарифе, да? Тогда президент скажет, давайте будем обновлять спецтехнику, давно износилось. Побегут тариф поднимать на приобретение спецтехнику. Ну, понятно, что президент же не может контролировать все сферы, нужно... А завтра, условно говоря, изменится, так сказать, средний уровень там изменится. Опять, значит, люди окажутся, скажут, а что мы получаем? Опять мало, понимаете? Ну, люди же такие, такой народ, что они всегда будут не нужны. Ну, да. Вот прежде чем мы перейдем к любимой теме Батильдинова про тарифы, да? А вот вопрос вообще вот системно вот для ТЭЦ, для вот энергопередающих, ну, мы видели, да, вот больше 30 лет сейчас там 70% ТЭЦ. Они вообще в целом сколько прослужат? Ну, у всего же есть запас прочности. Я всегда, и зрители, ну, и знакомые, кто меня знает, всегда, я всегда говорю, мне нравится то, что делал Союз. Вот там, не знаю, дома, которые строили, да, или вот эти обкомовские какие-то вот эти здания, которые в Акимат перекочевали. Ну, я не знаю, они столетиями могут стоять однозначно, наверное, они там и какой-нибудь удар там из артиллерийского орудия вполне выдерживают прямой, да? Но вот эти ТЭЦ, это же все-таки оборудование там усталость металла, допустим. А сколько у них вообще вот, ну, сколько они? Вы знаете, в энергетике нет морального износа, потому что цикл Корно, про который сегодня мы говорим, он не меняется уже там с 17 века. Есть физический износ, физический, да, физический износ. Вот его, с ним бороться сложнее. Но при правильной эксплуатации, при выполнении всех паспортных данных, при использовании проектного угля или газа, или мазута, эта станция может прослужить достаточно долго. Я приведу небольшой пример. Это 100 может? Ну, 100 не знаю, но уже 60 работают, 40, наверное. 62 года сейчас средний. Вот, условно говоря, ваш домашний чайник, да? Если туда заливать лужу с улицей, то он прослужит, естественно, у вас один месяц. А если туда заливать воду, ту, которую мы фильтруем, или еще какую-то, которую мы привозим с магазина, то он прослужит достаточно долго. Может и годами работать, согласитесь. И также здесь, вот в свое время, значит, в Экибастузе, ГРЭС-1, когда приобрели его американская компания, они в целях удешевления хотели использовать майкубенский уголь, который они тоже разрез купили. Но невозможно, потому что проектно исполнен только экибастузский уголь. И они, так сказать, пробовали какие-то модернизации делать, какие-то там реконструкции, ничего не вышло. Вот есть паспортные данные, если ты хочешь использовать майкубенский уголь, тогда ты должен полностью котлы переделать. А если ты переделываешь котлы, соответственно, ты должен смотреть по всему циклу и турбины, а это выходит новая станция. Поэтому они от этого отказались. Также здесь, при правильной эксплуатации, при выполнении всех нормативных инструкций, эта станция, в принципе, может проработать достаточно долго. И сегодня, слава богу, если, кстати говоря, я сегодня участвовал... Еще лет 10-20 они прослушаны. Минимум. Вот сегодня я участвовал в торгах, первых в современном Казахстане, по строительству маневренных электростанций Казародинской области. Вот сегодня были не торги, а аукционы были. Он состоялся, слава богу. И к 2025 году, скорее всего, в Казародине появится новая современная электростанция. Но там, правда, тоже она... Не правда, а как раз, слава богу, что она является еще ко-генерацией. Она на чем, на газе? Она, естественно, на газе. И вы спросите, откуда газ, а я вам ответил, что, к счастью, газовики подтвердили тот необходимый объем по той цене, которую устраивала ТЭЦ. И они будут ее строить, слава богу. Через два дня в Туркестане. Вторую аукциону, надеюсь, там тоже, кстати, он состоит. Будем надеяться, что будет там газ. Но тариф, который, понятно, что сейчас у нас там все субсидируется, все там в убытках. Это сейчас и 95-й, и 98-й бензин, если вы видите, пропал. Я всегда эти цифры говорю, хотя вы понимаете, что всегда за это прилетает какая-то критика и так далее. Но вы задумаетесь, что в однокомнатной квартире мы за интернет, там 7-8 тысяч тенге, да, казахтелекомский, платим больше, чем за теплоснабжение и электроэнергию зимой. Ну, такой в мире, наверное, вряд ли где-то бывает. А сколько на вскидку тарифы на электроэнерги должны быть? Вы знаете... Ой, на тепло. На тепло? Ну, сложно сказать. Ну, тысяч пять я плачу за однокомнатную квартиру. Да, но это как минимум два раза. Как минимум два раза. Потому что я же говорю, мои коллеги в Уральске, когда мы готовили, значит, к пределям тарифа документы, я, помните, рассказывал, несмотря на что, поднял два раза, вернее, предложил два раза и вышел, естественно, меня завернули. Я спрашивал коллег ТЭЦ, они говорят, а мы тоже подали два раза. Хотя у них там, по-моему, четыре с чем-то, они говорят, а мы восемь подняли. Ну, я тоже так в СЦК был, говорю, тарифы должны расти, тоже никому не понравилось. Вот я, кстати, в Грузии жил год. У нас там вот такая распределенная электроэнергия, теплоснабжения централизованного там нет, горячей воды там нет, и отопление, например, вот этими газовыми котлами в комнатах, которые стоят на уме, в среднем 100 долларов в месяц выходило, это там довольно существенно. Кстати, показатель очень хороший, почему? Потому что Грузия не очень богатая страна. Ну, некоторые приводят, пример, Франция, Германия, ну, извините, у них и доходы соответствующие. А вы привели пример, можно Киргизию примести или Грузию. Кстати говоря, хотя наши друзья в Прибалтике давно живут в Евросоюзе, они думают, что они там тоже имеют высокие доходы. Ну, явно не шихуют, скажем. Да, а у них сегодня и доход до 500 долларов, если бы они жили бы как мы, ни в чем не экономия, то у них, наверное, и до 1000 евро доходило бы, наверное. А мы же, говорю же, у нас должно быть во всех комнатах свет. Я вот вам честно скажу, я живу в новом доме, вот эту зиму, прошлую зиму, у меня все батареи были холодные, я выключил. Но я за нее платил, потому что у нас нет пока вот этих счетчиков, которые должны быть в каждой квартире. Вот это на самом деле, да, большая проблема, мы о ней, наверное, поговорим, да, вообще, как в целом стимулировать вот это энергосбережение в плане тепла. Ну, в завершении, да, Жакоб, какие предложения, что делать? Потому что мы все-таки программа, которая там, да, может критиковать, да, может какие-то проблемы озвучивать, но мы всегда и предлагаем что-то. Мы с вами очень много говорили, я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы поднимаете вопросы электроэнергетики, вопросы теплоснабжения. Это, мне кажется, приходят отзывы о том, что, ну, вы говорите правильные вещи, надо просто довести их до, значит, ушей власть придержащих. И мы прямо расписывали, что нужно делать, и тут ничего на самом деле нового нет. Вот если вы государственную ТЭЦ отдаете, значит, в доверительном управлении или, значит, продаете его на торгах, будьте добры, сделайте ему нормальный тариф. Он не благотворительная организация, он не будет его из своего кармана, конечно, если вы там его не зажмете другими методами, он не будет вкладывать. И будет вторая Петропавловская ТЭЦ, потому что тариф вы ему не дали и сказали, на, как-нибудь там разберешься. Но как-нибудь не получается, чудес не бывает на свете. Ты отдал, дай ему нормальный тариф. А те люди, которые не могут платить, это, кстати, второе предложение, люди, которые не могут платить за высокие тарифы теплоэлектроэнергии, пожалуйста, им субсидируйте. Это тоже нормально, мировая практика, ничего нового мы не придумали, правильно? И третье, если вот новый закон сейчас разрабатывается и нужно его поскорее уже подписывать, ну сколько можно тянуть, то нам нужно внести изменения или дополнения в том, что если ты имеешь задолженность за тепловую, несешь какую-то ответственность. Или имуществом, или какую-то административную. Ну тоже долго, сколько, ну 700 миллионов в каждом областном центре задолженно. Это задолженность по теплу. Именно по теплу, да. Ну, Жаков, спасибо за такую интересную эмоциональную беседу. Спасибо вам уже, что вы каждый раз поднимаете эти вопросы по энергетике. Не очень благодарная вся эта вещь, но она нужная, как мы откажем без этого, да. Я напомню, у нас в гостях Жакоб Хайрушев, заслуженный энергетик Казахстанской электроэнергической ассоциации, и поговорили о том, в целом, что происходит в этой сфере, и в целом эти тезисы перекликаются с тем, что мы говорим и по нефтегазовой промышленности, и по электроэнергии, ну и в целом по энергетике. Тарифы убыточны, они не стимулируют инвестировать. Наши ТЭЦ устаревают. 62 года – это средний возраст ТЭЦ, который есть в Казахстане. Ну вот, Жакоб, как заслуженный энергетик, как эксперт, и даже человек, который возглавлял эти компании, говорит, что, в принципе, они были построены с запасом прочности, и еще лет 10-20 прослужат, но будем на это надеяться. Но в любом случае нужны реформы, и мне очень понравилась ТЭЦ о том, что вот мы не должны просить каждый раз президента о каких-то вещах, вот сделаем давайте вот это, давайте сделаем вот это. Нужен действительно комплекс мер, которые нужно реализовывать. Ну и подчеркну еще раз, когда мы в квартире платим за интернет больше, чем за электроэнергию и теплоснабжение, это явно неправильно, или интернет у нас дорогой, ну или вот эти услуги очень дешевые. Поговорим еще об этом, обсудим, большая тема, нужно о ней говорить, нужно эти тезисы проговаривать, но через некоторое время поговорим о том, как стимулировать потребителей к эффективности, к экономии теплоснабжения. Я напомню, это программа Байдидинов нефти, увидимся через неделю на Atomician Business.